В очереди на земельный участок семья Лукач стоит уже 4 года. За все это время Татьяна и трое ее детей, можно сказать, не стали ближе к земле. Они продвинулись всего на 100 человек. И теперь 2951-е, но встав на очередь, хождение по мукам не закончилось. За свой счет, им самим необходимо найти подходящий вариант. Нужно найти по кадастровой карте бесхозный участок, если такой имеется, чтобы он подходил к нужной категории земель. А это нужная категория земель ЛПХ, либо индивидуальное жилищное строительство. После поиска данного участка необходимо вызвать кадастрового инженера, на которого тоже приходится тратиться. Стоимость данных услуг стоит порядка 6000 рублей. Сейчас семья переключила свое внимание на пригород, научный городок. И не зря сегодня депутаты края приняли изменения в региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным. Получить на дело отныне можно лишь в Барнаульском округе. Земля в самом городе под запретом. Есть понятие городская черта, а есть городской округ. Поэтому Лебяжья, Казенная заимка, Бельмесева, то есть все поселки, которые есть. Но и в пригороде участок получить нелегко. Рассчитывать на него могут лишь те семьи, которые прописаны в крайне менее двух лет. Оппозиция такой подход не одобряет. Получается, что у барнаульцев будет прав больше в части возможности выбора земли для предоставления собственности. А у небарнаульцев будет меньше. Насколько это уместно, таким образом, сегрегировать граждан в зависимости от места их регистрации. То есть этот вопрос на самом деле разработчики законопроекта. Ну понятно, что прокуратура вроде не против, формально мы ничего не нарушили. Но с точки зрения моральной, нравственно-этической фракции сомнения по-прежнему остаются. Поселок Бельмесева – пригород Барнаула. Именно здесь семьям с детьми предлагают обосноваться. Исходя из ответа мэрии, дороги и коммуникации здесь появятся не раньше 2022 года. То есть участки дали, отчитались, да, обязали как бы многодетным дать участки. Участки-то выдали, а условий-то нету никаких абсолютно. Станет ли очередь продвигаться быстрее, ни депутаты, ни чиновники от мэрии сказать не решаются. Пока ясно одно – часть людей, тех, что без прописки, рискуют остаться без земли. Остальным стоит присмотреться к пригороду, либо другим районам края. Валентина Скирова, Николай Шилко. День с толком.